Вот что у людей хранится на балконе? Гантели и не оправдавшие себя тренажеры, лыжи и старый холодильник, автомобильная дизина, велик и банки с соленьями. У Николая Еремина, мастера-лазоплетельщика из Фатнева, что рядом с Болховым, на балконе хранятся корзины. А что за запах тут стоит? Ах, это запах лесов, ебовых берегов и просек, где высятся опоры лэп, чтобы эти самые лэп не заросли. Николай Викторович, как своеобразный дружинник, регулярно вырубает кустарник и заготавливает так материал для работы. Впрочем, природной охранной прокуратуре не стоит беспокоиться. Объемы вырубки невелики. Во-первых, качественную лозу приходится даже искать по всей Орловской области. Заезжал за ней мастер и в области соседние. Во-вторых, объемы производства невелики. Всего-то друзьям и соседям, да иногда на рынок. Впрочем, спрос есть. Ну вот примерно, ну сколько плиту. Ну может 200 единиц, может больше. Вот. Сколько заказов, столько и плиту. В широко известной сказке по Бобу, выросшему за ночь из волшебного зернышка, можно было залезть на небо. Что там Боб? Залезть можно было бы и по лозе, кабы собрать вместе все работы мастера из Фатнева, но сделанные им аж за полвека. По опыту самый ходовой товар – корзины. Яблоки, грибы, собирать яйца из-под куриц, картошку, сено. Хранить в них зимой хорошо и лук, и чеснок. Все дышит через дырочки. В общем, сельскому жителю такая корзина жизнь облегчает. Городской клиент корзину чаще подкомнатные растения используют. Или как гнездо для кошки. Да мало ли. Но делал мастер из лозы даже мебель. Научился от отца лет в шесть, а сейчас ему шестьдесят. Он в области один из совсем немногих, кто таким народным промыслом еще занимается. Все деревни там нас уплела, вот Сиродаева. Да, и здесь и Фатнева уплели. Все плели. Сейчас как это все уходит. Сейчас уже как эксклюзив. Говорит, если все бросить, за сутки сплетет две-три таких корзины. Если же лозу еще почистить, чтобы корзинка белая была, а потом, например, лаком ее покрыть, то тогда просидишь дольше. Как сидеть? Николай Викторович и рад бы показать. И к нему идут, и пытаются мастерство перенять. Да терпежу в учениках не хватает. Ведь работа требует усидчивости и таких нервов, чтоб не рвались, не ломались, как та самая лоза. Есть тут и свои секреты. Например, заготовку лозы для плетения надо делать по осени. Как риск упал, а первые морозы ударили, так и собирай. А уже в марте – стоп, если сок по лозе пошел, а почки набухать стали. В общем, этот сюжет про почти ископаемое рукоделие. Про народный промысел, которым еще может похвастать регион и орловская культура. Да только мастерство это того и гляди потеряется. Так что сюжет при всей своей виткастой простоте – эксклюзивный. Сергей Быковский, Алексей Нескин, Телеканал Первый областной.